На примере немелкоклеточного рака лёгкого мне хотелось бы ещё раз показать, каким образом экспрополируются те достижения молекулярной биологии в клинику и поделиться с вами, пусть скромными пока успехами, но даже за то время, пока я занимаюсь химиотерапией, я прочувствовала вот эту разницу, то, что какие возможности у нас были 25 лет назад и сейчас. И позвольте небольшой презентации показать вам, насколько мы шагнули вперёд. Так, а двигаться у меня? А, двигается, да. И, собственно, рак лёгкого, выбор на это заболевание, он пал не случайно, это до сих пор огромная проблема, она не только медицинская, но и социальная проблема во всех странах развитых. И позвольте себе напомнить, что в России на протяжении многих лет, во всяком случае среди мужского населения, рак лёгкого уверенно занимает первое место по заболеваемости, а в структуре смертности для облых полов это уверенно первое место лидирующей позиции. И, несмотря на все наши достижения, пока ситуация принципиальным образом не меняется. И единственный такой вот момент, но опять же, это результаты пока статистики, представленные в прошлом году нашими зарубежными коллегами, представителями Американского общества клинических онкологов. Вот в своём анализе они показали, что всё-таки смертность от рака лёгкого, она хотя остаётся высокой, но всё-таки есть некоторая тенденция к снижению. И эта тенденция, она достаточно устойчива на протяжении последних 10 лет. И существует некая связь с началом использования, внедрения в клиническую практику иммуно-онкологических препаратов, прежде всего таргетных препаратов. Они раньше пришли к нам в практику. И, собственно, вот эти успехи, они дают, в общем-то, определённую надежду. Ну, небольшой исторический экскурс, как всё начиналось. На определённом этапе жизненном нам достаточно было просто морфологической верификации диагноза, подтверждения рака лёгкого. Ну и практически одновременно мы стали дифференцировать мелкоклеточный, немелкоклеточный рак лёгкого. Здесь помимо морфологических особенностей, да, существуют, ну вот клиницисты все знают, особенности биологического течения двух этих заболеваний. Мы их рассматриваем, в общем-то, как отдельные заболевания. И поговорим мы сегодня о наиболее представительной группе. Это немелкоклеточный рак лёгкого, на который падает порядка 80-80% всех случаев заболеваемости раком лёгкого. Следующий этап – это выделение морфологического подтипа плоскоклеточный, неплоскоклеточный рак лёгкого. И в небольшом проценте, порядка 10%, мы получаем такой ответ, как крупноклеточный рак. Другие формы отмечаются гораздо-гораздо реже. И первоначально вот это знание, оно, собственно говоря, ничего не меняло в наших подходах к лечению, поскольку был некий набор стандартных платин, содержащих режимов, с приблизительно одинаковой эффективностью. И здесь, в общем-то, мы смотрели небольшие нюансы по переносимости лечения, и вот таким образом осуществлялся подбор терапии. С появлением нового цитостатикопиметриксет и первого таргетного препарата антиангиогенного действия Биоцизумаб, мы стали более внимательно относиться к вот этому делению, поскольку вот эти два препарата, они имели свои показания только для пациентов, не плоскоклеточным раком лёгкого. И здесь, наверное, вот первая такая, ну не сказать индивидуализация, но всё-таки попытка оптимизировать подходы к лечению. И сейчас это уже норма жизни, устоявшийся факт. И следующий уже этап – это достижение, как раз те самые достижения молекулярной биологии, открытие активирующих мутаций, мишени для молекулярно направленной таргетной терапии. На сегодняшний день в алгоритме диагностическом обязательным этапом предусмотрено молекулярно-генетическое тестирование для всех пациентов не плоскоклеточным раком лёгкого. У нас на сегодняшний день зарегистрированы препараты к четырём мишеням. Это мутации рецептора эпидермального фактора роста GFR, мутации гени-бераф, транслокации гена ХЛК РОС-1. Забегая вперёд, скажу, что прям очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем иметь гораздо больше мишеней, поскольку наши зарубежные коллеги, европейские, американские, они уже имеют несколько препаратов и для других вариантов генетических нарушений. Но будем надеяться, что вот где-то уже на подходе и мы. И следующий этап уже тоже на сегодняшний день обязательной диагностики – это определение экспрессии элегантопрограммируемой клеточной гибели, экспрессии ПДЛ, как мы это называем, иммуногистохимическое исследование, которое также даёт очень важную информацию для выбора терапии в первую линию. Это чрезвычайно важно, вот эти диагностические этапы пройти, поскольку именно от первой линии, от тех препаратов, которые мы назначаем на первом этапе, мы ждём максимального ответа. Если по каким-то причинам мы не дождались результатов тестирования, то, естественно, можно всё это откорректировать в процессе, но ожидаемый эффект всё-таки у нас выше, когда эти препараты, таргетные препараты назначаются всё-таки в первую линию. Ну вот ещё раз здесь на таких круговых диаграммах представлены, ну, во-первых, это вот, почитайте то, что я говорила, да, немелкоклеточный рак лёгкого, другие более редкие варианты, и среди неплоскоклеточного рака лёгкого наиболее частый вариант – это мутация гения GFR, другие более редкие варианты мутации, но чуть подробнее я на них остановлюсь. Ну и таким образом уже, да, имеется представление, что для нашего пациента, вот на современном этапе мы действительно имеем возможность выбора, да, у нас есть традиционные цитостатики, которыми мы пользуемся ещё с конца прошлого века, платно-содержащие режимы, и действительно есть когорта больных, которые по тем или иным причинам, да, без мутаций активирующих и с какими-то противопоказаниями для иммунотерапии, то есть определённая когорта больных продолжает получать химиотерапию стандартную. Антиангиогенная терапия, которая в комбинации с цитостатиками тоже даёт улучшение выживаемости, это помимо биоцезумаба, о котором я уже помянула, то ещё два других препарата для лечения пациентов раком лёгкого, это недотониб и ромоцерумаб, которые также зарегистрированы, получили отобрение и уже используются в рутинной практике. Таргетные препараты, иммуно-онкологические препараты, которые могут применяться как в монотерапии, так же и в комбинации с иммунотерапией. И, в общем-то, решение о выборе того или иного лечебного пути мы начинаем с анализа тех факторов, тех знаний о пациенте и об опухоли. И в первую очередь существует некий такой перечень объективных данных. Это морфологический подтип опухоли, информация о наличии либо отсутствии активирующих мутаций, экспрессии ПДЛ. Очень важный момент – это распространённость опухолевого процесса, стадия опухолевого процесса, поскольку лекарственное лечение у нас применяется не только в случае метастатического опухолевого процесса, но и больных с ранними стадиями, операбельными стадиями. Обязательно учитывается и клиническое течение, если есть возможность оценить скорость прогрессирования заболевания. Ожидаемо мы знаем, сколько времени нам нужно для развития противоопухолевого ответа, и в общем-то здесь тоже выбор имеет значение, и это показатель. Кроме того, очень важно оценить функциональное состояние пациента, перенесёт или не перенесёт то, что мы ему можем предложить. Известно, что наши комбинированные режимы, естественно, они сопряжены с определёнными побочными эффектами, нужно иметь определённый запас прочности, чтобы перенести лечение. Это не относится к таргетной терапии, которая, как известно, всё-таки переносится гораздо легче, чем цитотоксическая терапия. И в большей степени, наверное, чем возраст, имеет значение сопутствующая патология пациента. Тоже есть некие противопоказания для применения отдельных препаратов, но опять же есть возможность выбора сейчас. Очень большое значение имеет локализация метастазов, такая общая формулировка. Но прежде всего здесь, наверное, имеется в виду это поражение метастатической центральной нервной системы, поскольку поражение метастазов в головном мозге – это всегда дополнительная ответственность, дополнительные ограничения для нас. И очень часто, помимо лекарственного лечения, нам приходится идти на комбинированные воздействия, на привлечение наших коллег-радиологов для проведения вариантов локального контроля. Благо, сейчас есть масса методик стереотоксической лучевой терапии, которая позволяет неоднократно проводить вот эти сеансы лучевой терапии. Раньше методика была одна – это тотальное облучение всего объема головного мозга. И сейчас, слава богу, часть наших пациентов, она все-таки действительно имеет возможность на таргетных, например, препаратах, иммуно-онкологических препаратах проживать дольше. И, соответственно, вот это прогрессирование в головном мозге – это всегда тема для отдельного обсуждения. И если есть контроль за болезнью эстерокраниальной, мы, продолжая лечение той или иной опции, которую мы уже проводим, проводим дополнительно лучевое воздействие на метастаз в головном мозге. Ну вот таким образом у нас несколько уже сформировалось групп пациентов. Это больные с активирующими мутациями, больные с высоким уровнем ПДЛ, есть больные без мутации, есть больные с агрессивным течением, в ослабленном состоянии. То есть вот все пациенты, они на сегодняшний день действительно требуют и должны получить… Ну вот, прослушав лекцию про вакцины, я уже теперь не могу сказать, что это будет индивидуальное лечение подобранное, но тем не менее мы к этому стремимся. Мы будем говорить, что такое персонифицированное лечение с учетом всех особенностей. Ну и начнем, чуть подробнее я останавливаюсь на отдельных группах препаратов. Это в первую очередь таргетные препараты, и поскольку наиболее частый встречающийся вариант генетического нарушения в опухоле при немелкоклеточном раке легкого является мутация рецептора эпидермального фактора роста. Начнем с этой группы. Порядка 17-20% частота мутации в популяции больных не плоскоклеточным раком легкого в нашей давной. Известно, что в странах Юго-Восточной Азии этот показатель превышает 50%. На сегодняшний день мы располагаем достаточно большими возможностями. У нас зарегистрировано 4 препарата к применению. Это препараты первого, второго и третьего поколения осимертини. Надо сказать, что больные с активирующими мутациями – это действительно некая отдельная группа больных. Очень часто клиницисты пытаются сформировать некоторую отдельную, не сказать, что нозологическую подгруппу. Действительно больные с определенным клиническим течением болезни. Помимо высокой чувствительности к таргетной терапии, наличие мутации, надо сказать, что есть еще несколько особенностей. В подавляющем большинстве случаев гистологический вариант опухоли – это аденокарцинома. Еще раз повторю, что мутации мы смотрим у всех больных не плоскоклеточным раком легкого. Возможно, расширить этот поиск, но это обязательно. Кроме того, активирующие мутации, в частности в гении GFR, чаще встречаются у больных не курящих. Но вот здесь тоже надо, хотелось бы уберечь от ошибки, вот этот вопрос статус курения, оценки, да, курильщик, не курильщик, это не должно быть основополагающим для проведения генетического тестирования. Еще раз повторюсь, все-таки только для неплоскоклеточного рака легкого мы выделяем вот это обязательное тестирование. В отдельных случаях, если у нас недостаточное количество материалов было, да, по цитологическому образцу определялось и увидели там плоскоклеточный вариант, либо какая-то микстопухоль, либо когда у нас есть действительно вот эти факторы, да, женщина не курящая с аденокарциномой и, простите, про плоскоклеточный рак говорили, да. Вот в этой ситуации с плоскоклеточным раком легкого, но не имевшая статуса курения в анамнезе, то вот тоже можно немножко расширить границы и назначить генетическое тестирование. Вот на слайде здесь представлены результаты, это время без прогрессирования на столбчатых диаграммах тех препаратов, которыми мы пользовались. Ну, препараты первого поколения, да, порядка 9-11 месяцев в время без прогрессирования, препараты второго поколения афотиниб чуть выше показателя. И наилучшие результаты по безрецидивной выживаемости демонстрируют препарат третьего поколения, препарат осимертениб, исследование флаура регистрационное было. Ну, хочу сказать, что не только по времени без прогрессирования, но и по такому очень важному показателю для нас, как общая выживаемость, препарат осимертениб в этом исследовании показал преимущество над препаратами первого поколения. К сожалению, на определенном этапе мы сталкиваемся с проблемой развития резистентности к таргетной терапии. Все-таки у нас так традиционно сложилось, что у нас большинство пациентов по-прежнему продолжает в первую-вторую линию получать препараты первого-второго поколения. И наиболее частым механизмом сформировавшейся лекарственной резистентности становится такой доминантный путь появления мутации вторичной резистентности в 20-м экзониге на NGFR мутации Т790ТМ. Но вот здесь данные, опять же, наших зарубежных коллег, здесь представлена частота этой мутации. У 60% была выявлена при повторном молекулярно-генетическом тестировании, при прогрессировании заболевания. По нашим данным все-таки это показатель несколько лиже, порядка 30% у нас популяцию дается найти. И здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что вот таким образом появление нового препарата, новых возможностей, возможности продолжить таргетную терапию, оно диктует как обязательный этап повторную биопсию, ре-биопсию. До этого у нас раньше не было такой необходимости, никогда мы повторно больных, ну, крайне редко подвергали этой процедуре биопсии, забору материала опухолевого. А здесь для того, чтобы действительно опять продолжить ту самую персонифицированную терапию, провести повторное молекулярно-генетическое тестирование, это действительно очень обоснованная процедура. В тех случаях, когда технически невыполним запор опухолевого материала, есть альтернативный метод, это жидкостная биопсия в плазме крови, в обломках опухолевой ДНК определяется мутация Т790М. Этот метод, он менее чувствительный, но тем не менее у нас есть пациенты, у которых мутация Т790М была определена именно по плазме, и таким образом появилась возможность продолжить таргетную терапию. Конечно, повторная биопсия, это не всегда с радостью пациенты на это откликаются, но если правильно объяснить, ради чего все это делается, потому что больные, получившие первую линию таргетной терапии, а если они еще имели возможность сравнить таргетную терапию и химиотерапию, они понимают, что имея уникальную возможность продолжить все-таки это лечение молекулярно направленное, таргетное, которое действительно сохраняет и хорошее качество жизни, а речь идет о длительном лечении, у нас есть пациенты, которые получают таргетную терапию годами, это действительно очень серьезное основание и для повторной биопсии. И, в общем-то, алгоритм действия устраивается таким образом, при выявлении Т790М мы назначаем во вторую линию семертинид после препаратов первого-второго поколения. Если мутация Т790М не выявлена, у нас появилась еще одна новая возможность, это использование комбинированной химио-иммунотерапии. Здесь я немножко отвлекусь, хочу сказать, что вообще для больных с активирующими мутациями отношения с иммуно-онкологическими препаратами очень сложно и складываются. И по многочисленным исследованиям, когда, собственно, с чего все началось, когда ингибиторы контрольно-пропускных вот этих точек стали использоваться у больных раком легкого во вторую линию, да, после платино-содержащих режимов, и в третью линию были больные, которые имели активирующие мутации, было прогрессировано на таргетной терапии, они получили химиотерапию, и вот была попытка продолжить иммунотерапию. Так вот оказалось, что вот в том виде, в моно-иммунотерапии, во второй, в третьей линии эффектов не было. И сложилось такое мнение, предвзятое, может быть, ну, это исходя из тех возможностей, да, которые были, что иммуно-онкологические препараты у больных с активирующими мутациями не работают. Ну и вот, собственно, исследование Empower 150 показало, что комбинированная химио-иммунотерапия с добавлением антиангиогенного препарата Белоцизума у больных с GFR-мутацией, у тех, которые уже получили таргетную терапию в первую линию, имели прогрессирование заболеваний, вот результаты применения этой комбинации, они оказались еще лучше, чем у больных с так называемым «диким» статусом без выявленных мутаций. И это дало основание для того, чтобы, ну, те больные, которые не имеют противопоказаний для, например, назначения Белоцизума, а неотъемлемого компонента этой комбинации, они имели возможность получить максимально эффективный режим после таргетной терапии. Ну и, конечно, если как альтернатива остаются другие платья, содержащие режимы. И, собственно говоря, эту же опцию можно предложить уже в следующем этапе при прогрессировании на оси мертенибе. Ну вот, опять же, такой механистический, может быть, немножко, да, подход, мы просто сложили медиану времени без прогрессирования. Мне просто хотелось бы напомнить, что никакие были возможности у нас раньше, в эпоху до таргетной терапии. Медиану времени без прогрессирования на цитостатиках у нас в среднем составляло 4-6 месяцев, а общая выживаемость 10-12 месяцев. А здесь мы видим, что это только время без прогрессирования, да, и на ингибиторах первого-второго поколения 10 месяцев. У нас раньше больные доживали до года и не имели возможности. Сейчас мы имеем возможность в полтора года проводить, ну, как минимум, половину больных лечения таргетным препаратом и семертениб, имея в запасе еще другие эффективные опции. И я думаю, что это, в общем-то, не предел. Сейчас с этим с полным правом говорим о том, что отношение к болезни, особенно если есть возможность использовать таргетный препарат, иммуно-онкологический, это как к некоему текущему хроническому заболеванию, которое на определенном этапе требует смены терапии. Действительно, ну, вот есть у нас для этого основания много клинических примеров среди наших пациентов-благожителей. Еще одна очень интересная группа больных – это больные с трослокацией в генеалка. Около 5% больных, частота встречаемости. Но здесь, опять же, да, вот последние годы у нас существенно расширились возможности, появились препараты уже третьего поколения, в конце прошлого года был зарегистрирован ларлотиниб, а так в нашей копилке есть препарат гризотиниб, который мы уже давно применяли и знаем, да, собственно, первые успехи лечения алкопозитивных больных начались с него, в последующем препараты второго поколения алектиниб и циретиниб. И, опять же, вот если мы говорим о неком портрете пациента, то эта группа больных, она хотя и более малочисленная, чем и GFR-позитивные больные, здесь вообще на самом деле вот эти пациенты, они требуют, и поиск этих пациентов, он требует, ну, мне кажется, больше, не больше большого внимания, да, поскольку среди них очень много молодых пациентов. У нас достаточно больных в возрасте от 20-30 лет и встречаются даже моложе пациенты. И просто знать, да, что вот корреляция наличия аденокарцинома, молодой возраст, это всегда повод для того, чтобы, ну, постараться найти и есть препараты, которые реально могут нам помочь реализовать основную нашу задачу, это улучшение, увеличение продолжительности жизни пациентов, и на сегодня это возможности есть. Ну, опять же, да, из других особенностей, это опять же больные некурящие, больные с аденокарциномой, как я уже сказала, и вот то, что касается возраста, еще есть одна особенность, это достаточно часто у этих пациентов реализуются метастазы в головной мозг. И опять же, имея таргетные препараты, мы имеем возможность воздействовать не только на экстракраниальное поражение, но и на интракраниальный процесс. Ну, вот на сегодняшний день наилучшие результаты демонстрирует препарат алектиниб, применение его в первой линии, но дает вот эту медиану времени до прогрессирования почти три года. То есть, да, вы представьте, это пациент диссеминированный с метастатическим опухолевым процессом, часть больных уже исходно имеет поражение головного мозга, и только на пероральной терапии алектинибом мы имеем вот этот запас трехлетний, это время без прогрессирования. Сейчас появляются другие активные опции, мы имеем возможность и таргетную терапию продолжить, немножко с конца начали, да, с наших вот современных уже реалий, препарат ларлациниб, который, одно из показаний, это применение после препарата второго поколения, после церетиниба и алектиниба. И здесь тоже есть реальная возможность еще получить полгода вот этой медиану времени без прогрессирования, а у кого-то больше. У нас прошла программа расширенного доступа с препаратом ларлациниб, и мы видим достаточно хорошие результаты, действительно многолетнее лечение, многолетнее наблюдение за больными. И, ну, опять же, да, опять же, возвращаясь к той самой химиотерапии стандартной, которой мы долгое время обходились, вот те 10-12 месяцев медиана времени общей выживаемости и 36 месяцев – это время без прогрессирования заболевания. То есть успех, по-моему, очевиден, да. И наша задача, правильно, с вашей помощью найти ту мишель, на которую мы должны таким образом повлиять, чтобы обеспечить нашим пациентам такую долгосрочную программу жизни в хорошем ее качестве. Еще один интересный вариант нарушения генетического транслокации в гене РОС-1, еще более редкий вариант, всего около 1-2%. В нашей стране зарегистрирован один препарат пока, кризлициниб. И опять же, да, опять, это некурящие больные с адонокарциномой. Не сказала я раньше, но вот мне есть повод сейчас вернуться и справиться, что наличие вот одной из этих перечисленных активирующих мутаций не предполагает наличие второй активирующей мутации. Как правило, они как бы взаимоисключающие. И, собственно, мне хотелось сказать, да, по поводу кризлициниба. Вот в аспекте уже лечения больных аэлкопозитивных, это был первый препарат, которым мы начинали лечить пациентов. И та медиана времени без прогрессирования, которую он давал в 11 месяцев, она, конечно, имея алекциниб сейчас, да, перестала нас удовлетворять, поскольку мы реально можем улучшить эти цифры в 3 раза как минимум. А вот что касается рост позитивных больных, то здесь эффекты кризлициниба оказались выше. И мы видим, что непосредственная эффективность составила 72% медиана времени без прогрессирования 16 месяцев. То есть эти больные, они оказались более чувствительны к кризлицинибу, чем аэлкопозитивные пациенты. Но, опять же, вот всегда хочется чего-то большего, да. И, опять же, вот частое метастазирование опухоли в головной мозг, оно требует каких-то новых опций лекарственных. И разработан новый препарат энтрикциниб, который известен больше как препарат-ингибитор НТРК. И оказалось активен в отношении рост позитивного, не мелкоклеточного рака легкого. Причем, если мы посмотрим на эту диаграмму, то здесь разными цветами это вот отдельно выделены больные зелененькие столбики. Это больные те, которые исходные, имели поражение метастатического головного мозга. И посмотрите, пожалуйста, ну практически одинаково, да. В большом проценте случаев те больные, которые имели метастазы, они имеют такое же улучшение в виде уменьшения объема опухолевой массы, как пациенты, которые не имели исходного метастаза в головной мозг. То есть опухоль с высоким интракраниальным потенциалом. И если мы говорим о цифрах, то пациенты, которые начинали лечение уже с известным поражением головного мозга, то здесь время без прогрессирования 13-6 месяцев, более года, только на лекарственной терапии, да, без привлечения еще наших коллег, радиологов с их возможными всякими на сегодняшний день гамма-ножами, кибер-ножами. То есть эта цифра, она в реальной жизни, она действительно может увеличиться. А вот больные, у которых не было поражения головного мозга, но прогностически более благоприятная группа, то здесь и время до прогрессирования, оно ожидаемо выше, и составило более чем 2 года, 26 месяцев. Таким образом, еще один потенциально активный препарат, я надеюсь, в ближайшее время тоже будет доступен нашим пациентам. Ну и последняя мишень, последняя активирующая мутация, на которой мы хотели бы сегодня остановиться, это берав позитивный немногоклеточный рак легкого. Тоже варианты встречаются достаточно редко, 1-2%. Кроме того, я хочу сказать, что, к сожалению, не все пациенты, они проходят вот это полное тестирование генетическое, есть вполне объективные причины, не всегда хватает материала. Когда мы идем поступательно, начинаем ищем от GFR, КАРУС-1, часто уже по такому остаточному принципу проведение тестирования, к сожалению, в полном объеме не проводится, хотя мы имеем весьма-весьма эффективную опцию для этих пациентов, это комбинированный режим доброфениптерметинибом, который работает у больных, сбирав мутации. А здесь надо сказать, что наличие вот этой мутации, оно прогностически является плохим фактором именно для больных, которые получают химиотерапию, они, как правило, резистентны к ней. И мы потом получаем ответ генетического тестирования, что в опухоли имеется мутация в гене-берафи-600Е, и, собственно, остается действительно один вариант, это таргетная терапия, которая может существенным образом изменить прогноз пациента, улучшив результаты лечения. Медиана времени без прогрессирования 11 месяцев, с медианой общей выживаемости 2 года. Для больных вот с таким неким плохим уже прогностическим запасом это тоже очень хороший результат. И в том случае, если мы не имеем активирующих мутаций, а если у нас, например, есть известный мутационный статус и экспрессия ПДЛ, то я хочу сказать, что все-таки на сегодняшний день всегда выбор делается в пользу таргетной терапии. Наличие активирующих мутаций, то, о чем я сказала, если они известны, то это всегда в первую очередь рассматривается вариант таргетной терапии. И в том случае, если мы мутации не находим, мы действительно здесь уже смотрим на экспрессию ПДЛ, поскольку определенный уровень этой экспрессии дает основания для назначения иммунотерапии в первую линию в монорежиме, что, конечно, гораздо лучше именно в плане достижения эффектов и по переносимости. Это всегда мягче лечение. Опять же, мы говорим про качество жизни, не забываем. И очень важно вот эти группы больных, их селектировать, тех пациентов, которые могут получить очень хорошие результаты от лечения с минимальной токсичностью от одного препарата. Все остальные могут получать химио-иммунотерапию. На сегодняшний день для всех морфологических подтипов опухоли у нас есть что предложить. Что касается частоты вот этой группы больных с высокой экспрессией ПДЛ, то вот с применением различных панелей антител, CP142, CP263, мы видим 20-25 процентов, это группа больных с высокой экспрессией, лихой еще такой ссылкой уже у нас применяются, гиперэкспрессоры их называют. Те больные, которым в первую линию, вот эти пациенты, которым можно назначить один из двух препаратов, пембролизумаб или отезолизумаб. И действительно, это такой очень важный, предиктивный фактор высокого ответа на лечение. Для пембролизумаба у нас есть некое еще окошко. Те пациенты, которые каким-то своим причинам по сопутствующим заболеваниям, много у нас ослабленных пациентов обращается, они не могут получить комбинированный, более токсичный режим химио-иммунотерапевтический. Мы знаем, что статус ПДЛ больше единицы, в этом случае мы тоже правомощны назначить монотерапию пембролизумаба. Хотя ожидания, конечно, будут меньше, но тем не менее, это будет тоже опция эффективная, она может быть эффективной для пациента. И вот эта схема, она на самом деле кажется достаточно громоздкой, хотя, в принципе, здесь все то, о чем мы говорили. Это таргетная терапия при наличии драйверных мутаций, и в отсутствии драйверных мутаций большое значение имеет уровень экспрессии ПДЛ. В том случае, если это гиперэкспрессия, более 50%, однозначно монотерапия пембролизумаба, тазолизумаб в монорежиме, и независимо от определения и уровня экспрессии ПДЛ, мы можем назначить один из вариантов химио-иммунотерапии. У нас есть сейчас комбинированная двойная иммунотерапия. Собственно, ну, мне кажется, если вот внимательно анализировать и собирать вот эти все факторы, данные о пациенте, то вполне себе реально найти вот тот путь, который действительно будет на сегодняшний день максимально эффективен. Уже упомянула я больных с операбельным, неналкоклеточным раком лёгким. Здесь тоже наши стандарты в последнее время меняются, опять же, благодаря успеху молекулярно-кинетического тестирования. Мы теперь уже в обязательном порядке смотрим и здесь, у больных с неплоскоклеточным раком лёгкого, определяем активирующие мутации гения ДЖФР, поскольку исследование Флаура показало эффективность оси мертенибы именно в плане одювантной терапии. Помимо тех плотин, содержащих режимов, мы имеем возможность больным, начиная уже с первой стадии при ДЖФР-позитивном раке лёгкого, назначить таргетную терапию. Забегая немножко вперёд, об этом уже прописано даже в клинических рекомендациях наших на 2021 год, о месте иммунотерапии, опять же, у больных, прооперированных с операбельным раком лёгкого. Здесь хотелось бы провести исследование Эмпауэр 0.10, показать, насколько у больных с положительной экспрессией ПДЛ улучшаются результаты отдалённое время без прогрессирования по сравнению со стандартной химиотерапией. И большое количество исследований, оно сейчас продолжается, это, будем надеяться, только начало, которое существенно поменяет наши стандарты. Опять же, то, что мы имели для одювантной терапии, некий набор платья содержащих режимов, четыре курса, а вот поддерживающая терапия от изолизумапа после завершения четырёх курсов одювантной терапии дает явную совершенно прибавку ко времени без прогрессирования, и эта опция, будем надеяться, тоже будет иметь большое-большое распространение уже в нашей клинической практике. И опять же, немножко сбегая вперёд уже в сторону нео-одювантной предоперационной терапии, хотела просто сказать, что тот же самый препарат изолизумап, он также продемонстрировал очень высокую эффективность, даже однократное введение препарата привело к тому, что был после операции, при морфологическом исследовании выявлен так называемый большой морфологический ответ, когда более половины опухолевых клеток, они были не жизнеспособны, такой выраженный патоморфоз, но это пока ещё вот такое поисковое исследование, которое требует подтверждения. Но тем не менее, на сегодняшний день надо сказать, что наши стандарты и в аспекте лечения больных диссеминированным немелкоклеточным раком лёгкого и операбельным раком лёгкого, они существенным образом претерпели изменения. И мы уже видим результаты действительно вот этих изменений в практике, всё это приводит к улучшению отдалённых результатов, к улучшению качества жизни наших пациентов. И, конечно, вот опять же, с большой надеждой мы смотрим в будущее, поскольку такие перспективы волшебные открываются в создании индивидуально подобранных препаратов под конкретного пациента. Это, конечно, ну, пока это кажется некий космос для нас, да, клиницистов, но мы очень хотим в этом поучаствовать, очень хотим, поскольку понимаем, что персонализированное, индивидуализированное подобранное лечение это, конечно, не только наше настоящее, но в нашей большей степени будущее. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.